Вы просите меня продолжать рассказывать про российских военных чиновников, окопавшихся где-то под Москвой в дворцах стоимостью от 10 до 15 миллионов евро. Вы просите меня рассказывать о том, что привело к нынешней ситуации на фронте. Причем судя по этим вопросам, я так понимаю, что не все верят в то, что все идет нормально в Российской Федерации. Ну и я не могу вам отказать без сомнения, поэтому сегодня расскажу вам про снаряды немножечко. Не про те ракеты, которые заканчиваются, это стало уже мемом, да, заканчиваются ракеты, а они все никак не закончатся. А вот про снаряды, которые уж точно закончиться никак не могли. Тем не менее, я получил, ну будем так говорить, письмо от группы товарищей, у которых с нами абсолютно разные мнения, убеждения и стремления в этой, как они называют, спецоперации, я говорю, войне. Итак, по снарядам. В принципе, набор какой-то, какой-то набор фамилий. Не понять, что к чему, ну там Шойгу мы слышали, конечно же, кто-то слышал краем уха и Чемезова. Краем уха слышал это и я. И это вступительная, скорее всего, часть. Про снаряды. Дело в том, что Российская армия начала применять тактику огневого вала. Тактика огневого вала это ничего нового. Впервые она описана была в 41 году, причем в начале, да, в начале 41 года, задолго еще до начала Великой Отечественной войны. Ее описали, а потом она была применена, и она была применена против войск Паульса, и там просто перемалывала их. Смотрите, вот так вот описывают сейчас современные российские журналисты то, что они видят. Плотная стена мощных разрывов с грохотом встает на переднем крае противника и постепенно сдвигается в глубину боевых порядков, сметая и перемалывая все на своем пути. Крупнокалиберные снаряды ложатся практически непрерывно. Огненное цунами медленно перекатывается через аккуратные сетки траншей и ходов сообщения. То есть из огромного-громного количества снарядов формируется заградительная стена, и она медленно идет, и реально спасения от нее нет. Но есть одна колоссальная проблема. Я читал реально последствия этого огневого вала, это ужас. В живых не остается никто. Многие умирают от давления, которое вызывают, многие от удушья, даже те, кого не поражают осколки. Окопы превращаются в 30-сантиметровые ямки. Но есть одна проблема. Снарядов надо очень и очень много. И вот я открываю военное обозрение, читаю. Термин про расход боеприпасов вагонами здесь подходит в самый раз. Один вагон это примерно 5000 снарядов. А их для вспахивания таких позиций, как в Маринке, хватит в лучшем случае на день-два. Даже на одну не бронированную цель тратится по 300, а порой по 500 снарядов. Тактику огневого вала восхваляли долгое время мудрые эксперты, которые не было известно, сколько в Российской Федерации снарядов. Но, тем не менее, зачем об этом думать, даже скажу так, да? Вот смотрите-ка, огненный вал, старший научный сотрудник Академии военных наук, прохватилов. Деморализация личного состава ВСУ зашла так далеко, что скрыть ее невозможно. Так что вполне вероятны появления в тылу передовой линии ВСУ заградотрядов, которые будут просто расстреливать спасающихся бегством. Витал дух грядущей перемоги, но куда же он делся? Почему ВСУ не смогли перехватить даже тактическую инициативу? Украинский фронт начал рушиться, не выдержав натиска катка союзных войск. Все дело в том, что на втором этапе спецоперации российское командование начало применять новую тактику, новую тактику огневого вала, на который украинские военные просто не нашли достойного ответа. Старшему научному сотруднику виднее, как говорится. Что делать со снарядами? Дело в том, что уже в НАТО и в Европе взвыли от того, какое количество снарядов потребляют вооруженные силы Украины. Огромное количество боеприпасов, якобы малые страны НАТО исчерпали уже вообще свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя. Дошли до того, что отдельные страны НАТО фактически отправили большее количество того, что у них было, оставив себе, возможно, если действительно кто-то решит нападать, и кто-то сильный, к примеру, то может быть на полдня сопротивление снарядов. Это не шутки. Точные данные засекречены, но, судя по тому, как публично об этом заявляют первые лица отдельных государств Европейского Союза, это говорит о том, что проблема уже колоссальная. Они ошеломлены количеством потребляемых снарядов. Сообщается, что во время активных летних сражений ВСУ использовали по 7 тысяч снарядов в день. Но сколько использовала Российская Федерация? Больше. 40 тысяч снарядов в день. Ну, реально ошеломляет. Несмотря на заверения отдельных российских и европейских экспертов о том, что в России не могут закончиться артиллерийские боеприпасы, потому что там очень много старых боеприпасов, которые сейчас используются. Некоторые это ставят под сомнение. Дело в том, что война в Украине стала самым крупным конфликтом в Европе со временем Второй мировой войны. Россия использовала боеприпасы. ВПК, если бы ВПК работал и управляли им не воры, не было бы проблем. Их бы шлепали эти боеприпасы, да и все. Но мы сейчас говорим о государстве, в котором на ключевых должностях находятся воры и коррупционеры, которые воруют даже на армии во время войны. За что, в принципе, при Иосифе Виссарионовиче Сталине полагался расстрел. К стенке ставили. Итак, две войны в Чечне. Война в Грузии, Донбасс, Сирия. В Сирии огромное количество боеприпасов было израсходовано, потому что там Россия знатно надавала по заднице ИГИЛ и хорошо показала мускулы. Эксперты говорят, что в принципе за полгода войны в Украине Россия должна была израсходовать уже 7 миллионов снарядов. При таком раскладе голод артиллерийский может наступить к концу года. Ой, а мы уже почти у конца года. И вот в сети гуляет некое видео, на которое отдельные люди обратили внимание. Это фотография 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Из маркировки видно, что это ОФ-32-822-3П. Это значит, изготовленная она в 2022 году. А это о чем говорит? А говорит это о том, что используются боеприпасы новые. Ну а вы понимаете, что всегда используются старые. Это принцип супермаркета. Старая выставляется вперед. Вот здесь почему-то новые боеприпасы оказываются уже на фронте. И если в ситуации с Украиной, а сейчас там отечественный военпром начал выпускать свои собственные снаряды, и вот они якобы уже сейчас поедут на фронт с колес. Почему? Потому что у Украины нет запасов, конечно же, такой, артиллерийских снарядов. И они все получают. То есть получают, получают, получают из того же Евросоюза. И поэтому Евросоюз уже взвыл. А у России, им никто их не поставляет. То есть у них они свои. И они вдруг внезапно заканчиваются. Такое невозможно было бы, если бы военпромом руководили люди, которые думают немножко о своем государстве, к примеру. Мы тут встречаемся с фигурой некого Чемезова. Господин Чемезов, к примеру, в 2020 году рассказывал о том, что армата пойдет в войска. Он сообщил, что в войсках она будет уже с 2021 года. Вы, я уверен, очень много арматы видели в итоге в войне в Украине. Конечно, вам могут сказать, что мы еще не начинали, но всем понятно, что уже все-таки начинали. Сейчас господин Чемезов рассказывает о том, что поставки Ростехом вооружения идут с опережением даже графика. Это он рассказал вот только-только, 23 ноября. Но интересно, что происходит на самом деле, на земле. То есть есть банкир. Банкир является доверенным лицом Чемезова. Это не скрывают даже средства массовой информации Российской Федерации первого эшелона. То есть я же говорю, мы даже не углубились еще в тему, но уже знаем, что банкир, глава НК банка, владелец Виктор Григорьев, выкупил у госкорпорации, к примеру, холдинг технодинамика и еще целый ряд предприятий оборонной отрасли. Как это так? Подождите, это же оборонка, как это кто-то выкупает? Что это значит? Еще раз говорю, мы еще не понимаем, что это значит, потому что я такого еще не встречал. Но мы точно знаем, что в 2020 году та самая технодинамика, которая уже принадлежала, по сути, Чемезову через Григорьева, выкупает технологии машиностроения Техмаш. А этот завод специализируется в области разработки серийных поставок, боеприпасов в ударной группировке вооруженных сил Российской Федерации. По данным Интерфакса, в 2019 году эта компания получила 5,2 миллиарда чистой прибыли, при выручке 7,4 миллиарда, это просто золотое дно. То есть вот уже появляются какие-то лица, которые могут нести прямую ответственность за то, что сейчас в российской армии не хватает этих самых боеприпасов. Ну смотрите, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил Российской Федерации в настоящее время оснащены главным образом следующими орудиями. САУ-2С-1 Гвоздика, это 122. САУ-2С-3 Акация, это 152. САУ-2С-19 МСТА, 152. Ну короче, 152, 152, вот тут вот 203 и 152. Но постойте, а что же выпускает то предприятие, на которое так рассчитывают люди, которые через меня передают привет господину Чемизову и собственного предприятия? И так вы помните, что надо российской оборонке. 152, 122. 122 и 152. Легко запомнить, да? Что делает технодинамика? Артиллерийские боеприпасы нового поколения, 125. 30-миллиметровые выстрелы с пластиковым ведущим устройством. Улумные снаряды для терминаторов. Вы, я уверен, очень много видели в Украине терминаторов. Танковые снаряды 125, противотанковая граната РПГ-30, выстрелы морской артиллерии 76, 100, 130. Парашютные системы специального назначения. Чего в этом списке нет? А, нет как раз 152 и 122. Вот, оказывается, в чем нет. Но зато есть новая парашютная система. Почему так происходит? Совсем как бы плохая мысль, конечно же, что, ну как плохая для русских. Это то, что на Чемизова нашли выход какие-то граждане, которые ввели против него, против его семьи и всех остальных, да, и многих-многих предприятий санкции. То есть, вполне возможно, что эти люди уже давно как-то имеют какой-то доступ, таким образом подрывая обороноспособность Российской Федерации. Это плохая мысль. Хорошая мысль. И они просто создают иллюзию деятельности, как танки Армата массово поступят в армию, да. Точно так же и здесь. Они делают какие-то боеприпасы, показывают их на выставках, в Абу-Даби где-то. Смотрите, какой там снаряд, там 30 миллиметров. Все смотрят, говорят, о да, класс. Работает концерн. А то, что надо, не производится. В сентябре Нью-Йорк Таймс со ссылкой на данные разведки написал, что Россия закупает артиллерийские снаряды у Северной Кореи. На что моментально отозвался российский эксперт Леон Кофф. Это бред. У нас очень развитая боеприпасная промышленность, которая работает, выпускает снаряды и ракеты серийно. У нас есть корпорация тактическое ракетное вооружение, которая делает номенклатуру ракет. Алмаз Антей, который выпускает зенитноуправляемые ракеты. Есть концерн Техмаш, выпускающий широкую линейку артиллерийских реактивных снарядов. У нас все работает давно и серийно. Это тот, который говорил, что беспилотники, в принципе, это фу. Ну, перед специальной военной операцией, он так говорил. А специальная военная операция показала кое-что другое. Государственный хороший эксперт. Я регулярно его встречаю на федеральных каналах, я их просматриваю, конечно, регулярно. И мы уже видели боевых котов-роботов, да, или что там собака-робот, я не помню, что там на него натянули. А потом оказывалось, что эта собака-робот или робокоп может быть приобретена на Алиэкспресс. Ну, правда, раз в 40 дешевле. Что на самом деле никто ее не разрабатывал, кто-то мы ее говорили, Алмаз Антей разрабатывал, да. Что на самом деле беспилотники, которые подаются, помните, Добрыня. О, это нам беспилотник, все уже. Причем рассказали об этом уже все. Наконец-то, как вроде сказали, можно. Я понимаю, почему можно. Потому что надо это утопить, но показать, что Ланцет это супер-пупер беспилотник, да. Но когда-нибудь мы этим займемся. Давайте, друзья, так. Я, конечно же, буду следовать вашим просьбам и буду продолжать. Однозначно, друзья, не собираемся сдавать темпы. Я просто даже представить себе не мог, какой там клондайк откроется. Потому что куда ни ткни, я такого еще в жизни не видел. Господина Чемизова мы еще, конечно, побеспокоим. Потому что это нечто просто невообразимое. А те люди, которые говорят, передай привет, ну вот, я передал привет. От привета, конечно, снарядов не прибавится. Да и не надо, потому что я-то пацифист и вообще против войны. Но, может быть, какого-нибудь Шойгу посадят. Или, ну, на Чемизова на этого посмотрят. Приватизировав шоу уже 75% оборонки Российской Федерации. Может быть, что-то тогда произойдет. А может быть и нет. Кто его знает. Но главное идти к цели.